Сегодня, 19 апреля, над польской столицей Варшавы ровно полдень неожиданно зазвучали сирены, и я уверен, что многочисленные украинские беженцы, которые приехали в Польшу, оказались здесь, в польской столице, спасаясь от российских артобстрелов, ракетных ударов, бомбежек с воздуха, страшно испугались, подумав, что это воздушная тревога. Но на самом деле это не была воздушная тревога. Что это было? Я сейчас вам расскажу. Меня зовут Евгений Киселев, и вы смотрите мой YouTube канал, теперь уже одноименный, обновленный YouTube канал, просто канал, который называется Евгений Киселев, подписывайтесь на него, ставьте лайки, жмите вот там внизу кадра на изображение колокольчика, чтобы вам приходили уведомления о новых видео, которые я буду выкладывать на этом канале. Так что же сегодня произошло в Варшаве? Вот эти сирены, они по какому случаю? Дело в том, что теперь поляки так отмечают трагические даты в своей истории. 19 апреля 1943 года была одна такая трагическая дата. В тот день гитлеровские оккупанты решили окончательно ликвидировать варшавское еврейское гетто. Они зашли туда с целью взять всех евреев и депортировать их в Освенцим. Там их оставалось совсем немного уже. Сотни тысяч уже были отправлены в Освенцим и в другие лагеря смерти, которые в большом количестве существовали тогда на территории оккупированной Польши. И вот гитлеровцы заходят и неожиданно их встречает, можно сказать, шквальный огонь. Началось восстание. Вы слышали когда-нибудь про восстание в Варшавском гетто? Нет, не думаю, что вы о нем слышали. Я сам узнал об этой истории только когда был уже достаточно взрослым человеком, окончившим университет. Вот я впервые поехал за границу и там мне в одном из книжных магазинов попала сначала одна, потом другая, потом третья книга, в которой об этом рассказывалось подробно. Об этом беспримерном случае сопротивления, беспримерном случае героизма. Вот таких случаев в истории человечества на самом деле было и много и мало. Мы помним легенду о трехстах спартанцев, которые сдерживали огромное персидское войско, наступавшее вглубь Греции. И сейчас уже совершенно не мифологическая история о том, как защищаются взятые в кольцо мужественные бойцы полка Азов и морские пехотинцы, по-прежнему сопротивляющиеся в Мариуполе на развалинах завода Азовсталь. Это вот происходит сейчас буквально, вот в эти минуты. Это, повторяю, история поразительного героизма, мужества. Вот это история про то, как Давид борется с Голиафом. И вы знаете, есть что-то, может быть, символическое в том, что попытка еще раз сокрушить вооруженные силы Украины, подчинить Украину вообще, поставить ее на колени. Вот это наступление, которое началось сегодня на Донбассе, оно совпало вот с даты начала восстания в Варшавском гетто. Преимущество тогда было тоже не на стороне восставших. Полторы тысячи бойцов, которые были вооружены всего-навсего огнестрельным оружием, и не просто огнестрельным оружием, а какими-то пистолетами и револьверами, да, бутылками с зажигательной смесью, коктейлями молотого, бутылками с зажигательной смесью. И против них шли в бой до зубов вооруженные эсэсовцы. А потом были и танки, и бронетранспортеры, и артиллерия заработала, снося квартал за кварталом с лица земли вот это самое варшавское еврейское гетто. А под конец уже самолеты Люфтваффе его бомбили. Но, повторяю, полторы тысячи защитников, которые становилось все меньше и меньше, сопротивлялись, сопротивлялись почти месяц. Они прятались в землянках, в погребах. Они спускались под люком канализации в подземные туннели, и потом из этих туннелей неожиданно выскакивали на поверхности, наносили кинжальные точечные удары по немцам. Понадобился почти месяц, чтобы подавить восстание. И даже после 16 числа, когда, я имею в виду 16 мая 1943 года, когда гетто было снесено с лица земли, тем не менее, отдельные группы, мелкие группы, по одному, два, три человека, продолжавшие прятаться под землей, наносили удары по немцам, совершали дерзкие вылазки против гитлеровских оккупантов. Я думаю, что сценарий будет другой на сей раз. Я думаю, что Украина победит. Так же, знаете ли, как еще был другой эпизод, через пять лет после того, как было подавлено восстание в Варшавском гетто, ну, почти день в день. Израиль провозгласил свою независимость, собственно, было объявлено о создании государства Израиль, и тут же против него войной пошли превосходящие силы соседних арабских государств, которые намеревались сбросить Израиль в море, уничтожить, стереть с лица земли новорожденное израильское государство, но проиграли в пух и прах. Арабы были разбиты, Египет, Сирия и Ордания, все они были побеждены. Это было только начало. Славная история израильского государства. И вполне вероятно, что итоговая победа, которая морально, политически, на самом деле, Украины уже достигнута, тоже откроет какой-то новый, небывалый период в истории. Главное, помнить уроки прошлого. Знаете, вот когда было восстание в еврейском гетто, увы, польское подполье, армия Краева, дистанцировалось, как сказали бы сегодня, и особенно восставшим не помогало. Увы, тогда в Польше были очень сильны антисемитские настроения. И это наложило свой отпечаток на ход вот тех трагических событий середины 40-х годов. А потом началось уже восстание польского подполья, армия Краева подняла восстание в Варшаве, это было уже в августе 1944 года, и уже союзники, в том числе и Красная Армия, стоявшая по другую сторону Вислы, и наблюдавшая по политическим соображениям, не хотевшая вмешиваться в происходящее в Варшаве, потому что если бы Красная Армия, Советский Союз, поддержал бы восставших армии Краевой, то это бы с высокой долей вероятности означало, что в послевоенной Польше к власти придет демократическое, не коммунистическое правительство, а Сталин и Москва в этом были категорически не заинтересованы. И они цинично стояли, ждали, пока Варшава, восставшая Варшава, будет сметена с лица земли. Вот люди, которые приезжают в Польшу, не знают, что старинные кварталы Варшавы восстановлены с нуля. Практически весь старый город, новый город, самый центр Варшавы, он восстановлен с нуля, там были одни руины. Слава Богу, сохранились чертежи, и поляки сумели все отстроить заново. И вот сейчас об этом тоже нужно вспоминать. Такая отстраненная, дистанцированная позиция тех, кто не торопится помогать Украине, может им потом аукнуться. Знаете, сначала Украина, а потом, может быть, и Польша, а может быть, потом и другие европейские страны. Но, слава Богу, соседние с Украиной страны очень хорошо все это понимают. Очень хорошо все это понимают, и реально, может быть, больше всех помогают. И Польша, и Литва, и Латвия, и Эстония, и другие европейские страны. К сожалению, обещанное оружие, которое сейчас страшно необходимо Украине, судя по всему, в полном объеме не получено. Скорее всего, часть этих поставок запоздала. Я думаю, что, тем не менее, вооруженные силы Украины дадут противнику достойный отпор. А еще, вы знаете про то, что случилось 27 лет спустя после восстания в Варшавском гетто? В декабре 1970 года, нам об этом тоже тогда не рассказывали, в Варшаву приехал канцлер ФРГ Вилли Бранд. И он пошел возлагать венок к памятнику погибшим героям в Варшавского восстания, восстания в Варшавском гетто, и неожиданно опустился на колени. И стоял на коленях перед памятник упавшим. Вот мне интересно, через 27 лет найдется ли президент или премьер какой-то будущей неизвестной нам России, который приедет в Украину, в Мариуполь или в Бучу, встанет там на колени и попросит прощения за те зверства, которые учинили российские военные, нет, не российские военные, российская солдатня, российская военщина, вот все эти убийцы, мародеры, грабители, которые орудуют сейчас в некоторых местах Украины. Я очень хотел бы, чтобы это произошло. Но для этого нужно, чтобы на самом деле процесс деноцификации и, я бы сказал, процесс регуманизации хотя бы начался в России. Вот процесс деноцификации в Германии по самому большому счету начался вот тогда, когда Брандт встал на колени перед памятью погибших героев сопротивления в Варшавском гетто. Вот я думаю, что настоящий процесс деноцификации и регуманизации начнется в России только тогда, когда кто-нибудь из официальных лиц будущей, неизвестной нам России, приедет в Украину и попросит у нее прощения. Вот такую историю я сегодня вам хотел рассказать. Это был Евгений Киселев на канале, который носит теперь мое имя на моем одноименном YouTube-канале. Пожалуйста, подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки и до следующей встречи.